Нахожусь в Европе, я тут видел, транслировали то, что происходило в Амстердаме. Это когда семь полицейских избивали там одну старушку какую-то в Амстердаме дубинками в мясо. Старушку, не боевика, а пожилых стариков. Я такого вообще не видел никогда. Знаете, в России, при всем при том, что мы осуждаем эти избиения протестующих, все-таки так, чтобы лупить с размаха. Но вернемся в Казахстан. Меня, например, поразил совершенно просто чудовищный по своему такому чванству, я бы так назвал, ультиматум Маргариты Симоньян, когда она потребовала от казахов перейти на Кириллицу, там и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, такие вот голоса из России звучать вообще не должны, потому что казахское общество это услышит как безусловной попытку интервенции и захвата Казахстана. И это самая главная угроза, которая есть в этой ситуации. Действия России ни в коем случае, я надеюсь, что российская власть, что она это понимает, и что эти звучащие голоса там Симоньян или Жириновского, это все-таки, скажем так, маргинальные достаточно звуки на этом общем фоне. Потому что казахи воевать не боятся. Это народ воинов, это народ мужчин. Есть в определенных российских кругах шевинистические элементы, позицию которой вполне озвучила Маргарита Симоньян в своем посте. Пусть она армянам предложит перейти на Кириллицу, что она к казахам-то, собственно говоря, претензии предъявляет. Давайте сначала Армения на Кириллицу перейдет, а потом уже, как говорится, будем за Казахстан браться. Маргарита Симонна пусть сначала займется, как говорится, теми, кто ей ближе. Потому что вот ее пост в Казахстане воспринят был крайне негативно, как ультиматум. Мало того, что женщина предъявляет ультиматум, мало того, что казахи были солидарны с азербайджанцами во время войны, армянка предъявляет ультиматум. И третий, это русский чиновник достаточно высокого уровня предъявляет такой ультиматум. Вы, мол, должны. С казахами нельзя разговаривать, как с темной азиатской массой. Это глубокое заблуждение.